Встретимся на вебинаре Густая посадка, лучшее пыление Но давайте так Я не могу сказать Да, вы понимаете, что не бывает однозначно Я почему ненавижу эту ЭГЭ, я ненавижу эти Те, помните, вопросы-ответы Нужна ли вода для того, чтобы Набухла семечка, помните Дебильные эти Программы Дело в том, что однозначно ничего не бывает И я должен это объяснять, рассказывать И уже раз объяснял Попробую с другого конца Итак, густая Вернее так Вот здесь перед вами Это между двумя пожарами мой остров Сгорел сад, осталось 2-3 десятка вот таких деревьев Они Между ними расстояние большое Где 50 метров, где 100 Так, ну как видите, плодоношение нормальное Вы скажете Все правильно, Олег Костянович, Жигулевская Ага, уже можем мытать на ус Я сегодня срезал 10-15 веток Жигулевской, кстати Еще кто-то закажет Ну подходит время весенней обрезки Не обрежешь, веток не будет Ни Сергею, ни вам Вот, обрежешь, скалечишь Ну уже время подходит Ночью плюс, днем минус Впереди опять морозы Дай бог, чтобы Цветы не распустились Пока плюс И вот значит Получается так Давайте само понятие самоплодности Деревья есть Самоплодные Как тот персик Посади один И будет на нем Как на пятилетнем Когда Получилось тогда Это Тысяча плодов На пятый год Маленький еще Ну тысяча плодов было Мелких Ну до тысячи Помните Раков были Большие Ну по пять рублей Вот так и тут Мелкие были Но зато по тысяче И вот я тогда Значит Начал соображать И Соображал до следующего Это Это мое Я всегда говорю Только мое Никто никогда не упрекнет Что я где-то повторяюсь Значит Персик Вот А яблоня Жигулевская Да И вот Нужен ли Партнер половой Или нет Я говорю Нужен Для развития Для потомства Для здорового потомства Вам никогда не встречались А мне встречались Плоды В которых Нет ни одной Это Ни одного Этого Как Семечка А мне встречались Я в шоке был Есть еще слово Бесемянка Помните Так вот Для меня Главное Обеспечить Соседство Деревьев Опылителей И как можно ближе Чем я рискую Больше тень Больше грибов Но это где-то Где деревья Скалечены Я специально Выбрал снимок Смотрите Это было обожжено Пожаром Вот отсюда Я подрезал Отрезал на кольцо Так Сейчас бы Я ставил бы Сучки Это тоже мое Индивидуальное Понятие А тогда я был Нормальным человеком Я резал на кольцо Тем более Сухие отрезал Дерево Кто-то опылил Наверное Само себя Вон там где-то За 50 метров Прилетит сюда пчела Сомневаюсь И Получается так Что в тех местах Где Бушует Плесень Грибы Что надо делать Надо выдерживать Расстояние между ними Но в ущерб Урожаю То есть Ничего однозначного Не сказал Вот так А в моих местах Зима Повреждение Цветочных Почек И надо Чтоб каждая Выжившая почка Заплодоносила Что для этого надо А мы возьмем Еще Чтоб пчел Мало Тогда еще Ближе надо А ветровое Пыление Не я придумал Просто К нему Относятся Так Как Болосу Мол Все равно Не поможет Чтобы попасть Точно Это самое Пыльца В пестик Невозможно Вот Ну так считается Наверное Да почти все Вот А у меня бывало Такое Пчел нет А деревья Плодоносит И тогда я еще Придумал следующее Итак Дерево Любое Даже самоплодное Ждет супруга Ждет И только Когда супруга Не дождется Она начинает Опылять Само себя Видимо Это все На догадке Но они имеют Право Потому что Пчел нет Урожай хороший Пчел есть Ну понятно Что Это Убитые Там Может быть Морозом Почки Не помогли Пчелы И жаркая весна Не помогла Потому что Перед этим Заморозок Вот Значит Вариант Северный Посадка Как можно Ближе Кроны Сомкнутся А теперь Встаньте На место Пчелы А кстати Я договорю Итак Значит Созрел Пестик Ждет Саития А тычинка На нем На этом дереве Не созрела Дерево Ждет Партнера Полового Со стороны Почему Это более здоровое Потомство Вот так Продостроило Это я говорю Хотя Это не Истина Последней станции А очень Догадливая Догадка Вот И тогда Когда Она Не может Опылить Это самое Со стороны Некому Опылить Она Опылила Сама Себя И вот Вы видите Прекрасный Урожай Жигулевского Вот А некоторые И этого Не могут К сожалению Почему Природа Устроила Или Заводи Полового Партнера Или Получи Потомство Хорошее Или Не дать Тебе Потомство Значит Ты не годишься Вот так Долго Рассказывал Но я не могу Иначе А говорить Да Близко Надо Да Далеко Я так Не могу Кстати Ну-ка Где он У меня Тут Этот Самый Вот Эта Фотография Вот Это Вот У меня Их Много Фотографии Три Метра Это Груша С Грушей Аврора Видели Вот Потом Если Вспомню Да Говорю Сколько Так А вот Подскажите Орехи Каштан Фундук Тоже нельзя Заглублять И лучше Садить На пригорке Значит Для меня Законы Породы Все едины Вот Например Может быть То есть Для меня Орехи Каштаны Фундук Они как Все нормальные Деревья Пусть это Орехоплодные Не важно Какие они Плодные Они должны Лежать на земле И сходить Вот Орех Если имеется Ввиду Манчжурский Или грецкий Манчжурским Я занимался Один год Я их потом взял топор И на второй год Я их вырубил Их никто не хотел покупать Так Ну тут уже Причина другая Вот Что не хотят покупать Потому что Господи Уже не до них Уже людям Не до них Но Я Садил Я их так мелко В двороску садил И Чуть-чуть присыпал Земля И иногда даже Дождем Размывал И они Сходили Практически все Вот Если заглубить На 5-7 сантиметров У нас хватает Таких умников Тогда Они Как себя поведут Не знаю Вот То есть Будут ли гнить Или как вот яблони Помните Дают дополнительные Корни И не умирают Когда их заглубляют Вот Поэтому Крепко ли у них Корневая Основание штамба Я не знаю Каштаном Дело не имел А фундук Имел дело Босоногий мальчишка В 7-8-9 лет Мы ходили в лес И весной А мы очень хотели кушать Вот Мы босиком ходили Да Почему я до сих пор Помню С моей памяти Потому что Сколько пчел Меня жалило В это Под эту Под стопой Ужас И вот значит Ходили И Видели Это Может это был май Западная Украина Лес Может это был май Потому что мы Видели маленькие Росточки С этими Примерно Размером Одно-две спички Мы дергали за росточек И у нас в руках Оказывался вкуснейший Это ягодский Или как его назвать Внутри Что Под скорлупой Вот И мы его С удовольствием Съедали Вот оттуда Мои познания В фундуке Они Лежали На поверхности Вот И всходили А мы их ели Их было много Потому что там Целые зарости были Фундука Вот А если брать По большому счету То На самом-то деле Мы ели лещину Лещина Это дикая форма фундука Вот Что касается Грецких орехов Я сказал Что манжурский Это тоже дикая форма Грецкого ореха Поэтому я бы Не советовал Грецкой орехи Заглублять Каштан Не знаю Фундук Не заглублять А слегка Насчет Пригорка Да Лучше садить На пригорке Понимаете Вот это Я же не зря Я же съездил Сегодня в деревню Я не зря Делал эту фотографию Видите Вот он Пригорок Осталось Определиться Вот здесь Вот Посадите Быстро Высохнет Здесь Медленнее Будет сохнуть Потому что Там холоднее Лучи скользят Вот так Сюда бьют Чуть линее Вертикально Как Помните Проходили Вертикально Бьют На этом На экваторе Здесь Здесь со скользом Здесь холоднее Ну а дальше Соображайте Сами Где надо Садить Тут Или тут Или тут Правильно И тут И тут И тут Все Как в этой Самой Мучиль Чем больше Котлет Побольше Сосисок Побольше И того Побольше И того Побольше Тогда у вас Будет сад Почему Потому что У вас сад Оказывается В двух Разных Если так Постараться Делать Настоящий Пригорк Конечно Не такие Огромные Как у Хольцера Но настоящий И тогда Что И тогда у вас Получится С одной Стороны Пригорка Или у кого Ланшак Подходящий Места Достаточно Земли Много Земля Неровная Вот Здесь Пораньше Заплодовано Нет Пораньше Зацвело Прекрасно Урожай Будет А там Где Потемнее Ну то есть Где лучи Со скользом Там вроде бы И хуже Там вроде бы И вызревать Будет хуже И там И холоднее Просто будет Воздух На несколько градусов Но какой-то год Получится наоборот Там где все Цветет Бах Заморозок А там где Похолоднее С той стороны Пригорка Что будет Отсидеться Дождется тепла И позже О чудо И расцветет И опылится И так далее Ну только Но соотношение Будет разное Помните Я вам показывал Фотографии Промышленных садов Которые С двух сторон Пригорка Так Сколько можно Привить с ртом На одно дерево Мой рекорд 10 на одном Показываю Главному редактору Журналов Зенда из Красноярска Она там Меня и Раскрутила На всю Россию Если б не она Так И вот эта Моя поза Говорит о том Что прощай Дерево На следующий год Оно было Полностью Мертво Кроме Подвой Вот я Ответил На вопрос Сколько Привит сортов Вот есть Такие Разумные Конечно Если надо Испытать Вон сколько Испытал Я тут все Испытал Один Отобрал Только Вот А Испытать Надо Испытывайте Среди нас С вами Много После моих Лекций Зачешется Руки Очень Многих Очень Вот А Другой Стороны Если хотите Иметь нормальный Сад И достаточной Земли Один По двой Один Привой Максимальное Здоровье Всего Один Хирургический Шов Вот Всего Это Само А не Десять Как здесь Хирургический Шов Это все Влияет На моростойкость Может быть Ее Почему Она не Проснулась Может Ее погубила Обычная Зима Допустим 30 35 38 У нас Это Обычно Считается Зима Может Она Ее погубила Рядом Ничего Не погубила А Именно Это Дерево Погибло Только Десять Хирургических Швов Что Ж Вы Хотите Вот Эти Фотографии Знаете Почему Это Прошлогодняя Фотография Это Обрезка Персиков Весенние Уже Вот Если Не Отрезать Новые Ветки Не Выбросит Абсолютно Живые Ветки Видели Стоит Сумасшедшие Деньги Вот Но Вначале Зимы Не режем Чтоб Не погубить Деревья В середине Зимы Не режем То есть Чуть Чуть Кто-то Скажет Да Вот Я Три Веточки От вас Получил Кто-то Одну Кто-то Две И Таких Сислиться Было Десять Двадцать И Вот Приходит Весна Вот И Вот Это Режется Фактически Это Неписуемое Богатство Если Бы Надо Было Выбирать Или Сад Это Я вам Пожалуйста Выжив Тоже Когда-то Будете Перед Этим Случаем Кстати Посмотрите Они Живые Абсолютно Вот Теперь Смотрим Сюда Двадцать Семного Февраля Это Было Несколько Дней Назад Вот Видите Это Цветает Это Сувенир Востока Вот Теперь Это Я К тому Что Я Еще Знаете Ой Я Что Придумал Нет Я Сейчас Продам То Что Я Заготавливал В конце Ноября Начали Декабря Так И Наверное На этом Все Когда Это Все Придет Пора Резать Высылать Наверное Будет Поздно Вот А сейчас Обещает Минус Семнадцать Попробую Отрежь Опять Деревья Губить Это Вот Только Белорусских Чиновников По Барабану Бедно Лукашенко Я поражаюсь Чему Его Это Подвиг Работать Среди Таких Заглядывать Каждую Кладовку Ходить По Заводам Тыкать Мордой Сколько лет Это Продолжается А люди Все те же Помните Анекдот Никогда Не узнают Ни про Железово Ни про То Что Деревья Нельзя Калечить И Вернуться Вишневые Сады Так Ладно Где Тут Была Строчка Вот Она Еще Вопрос Пока Не забыл Как Как И когда Заготавливать Отводки Яблони Сибирки Тут Хитрый Вопрос Смотрите Отводки Это Имеется Ввиду А Откопать От этого От Маточного Дерева Просто От корней В метре В двух Трех Я не понимаю Как мне Выкопать Отводки Чтобы Привить И посадить Если Земля Еще Не оттаяла А Время Привод Наступило Ну Вроде Действительно Как Никак Раз Она Не оттаяла Значит Что Надо Знать Когда Оттает А тут Хитрость В том Заключается Друзья Что В лесу Оттаивает На Две Три Недели Позже То Есть Уже На Санцепелке Картофельное Поле Уже Оттаяло Чуть Не Пахать Можно А В лесу Из-за Вечной Тени Долго Еще Промерзшая Земля И вы Правы Александру Потом Что У нас Случится Потом Случится Так что Когда Вы Все Таки Выкопаете У вас Будет Два Варианта Год Ждать Пусть Приживается На новом Месте А потом На коленках Привить Или Потеряв Этот Месяц Как Я показывал С комом Земли Видели Можно Так Вот И Посадить Но Вот Этот Месяц Особенно Для Северян Он Бесценный Он Настолько Бесценный Его Просто Может Не Хватить Вот Этот Месяц Осень Раз А потом Зелеными Листрами С невызгавшей Почкой Ушло В землю И прощает Вся Работа Ну И Вариант Который Я Рассказывал Он У меня Даже В новой Книге Есть Как Я Прямо Тут Выбираю Место Поглуше Где Никого Нет Двери Как Может Зайдет А Весной Кому Тут Лазить Вот Прививал Маскировал Вот И Только Почка Зеленела Только Земля На пол Штыка И В сад Вот Так Я Этим Экономил Тот Самый Месяц Вы же Правильно Сказали Как Вы написали Вот А время Прививок Наступило Да Время Прививок На границе Земли Зимы И Лето То не так Весны И Зимы Это Когда Ночью Минус А днем Плюс И маленькое Оживление Уже Можно И мы Еще раньше Сергей Еще раньше Будет Прививок Особенно В этом Году Вот Так Теперь Получается Что Расскажите Всю технологию Эту Как Вы И Сергей Делайте Дело в том Что В этих Вебинарах Вы По моему Александр На всех И присутствовали Я Все Это Подробно Рассказал И Сергей И куча Этих Накопанных И как Он На коленях Привает Вот Не могу Отключить Телефон Друг Связь Связи Другой Не будет С Немножко Помехи Вот Поэтому Что Еще Сказать Кроме Того Что Сказал Принципиально Как Можно Раньше Так Но Так Чтобы Не Загубить Помните Все В бутылках И Снегу Сверху Все Зима Не было А потом Раз Чудо Не по Колено И там Под снегом Бутылки Правда Ничего При этом Не Случается Это Это Весна Это Прививки Как я Рассказал Вот Какие именно Прививки Рассказал Еще Расскажу Так И Даже Странный Этот вопрос Если Вернуться Назад Можно Все Это Уже Услышать Специально Сейчас Повторять Сначала Не буду Больше Извините Я буду Походу Где-то Какие-то Уточнения Делать Так Александр Северный Сад На детсках Не нашел Не услышал Вопрос Такой Я выкопаю За огородом По весне Отводки Яблансибирки Те что От пуповины Питаются Пересадил На Нужное мне место Мне их Тут же нужно Привить Или только В следующем году Тут же Тут же Вот Пусть у вас Вместо Прижились бы Они год Допустим И Вы бы сделали Привки И там Из 190 Бы пошло Я выбираю Цифру такую Круглую Вот А когда вы берете Выкопали Так Корни где-то Нарушены Куда она у меня Делась Вот Корни Где-то Ну не сильно Но нарушены Так Вот Главное Ком земли Без кома земли Тут корни Это только видимость На самом деле Если отрыхнуть землю Там корней очень мало Я вам показывал Вот И Вариант Два Это когда вы Оставите в покое До следующего года Корни уже вот такие Становятся Вот Действительно Мощь Вот сравнение Видите Специально сделал Вот сравнение Действительно Мощь Но Мое мнение Было Если будет Не терять год Пусть И 150 Приживутся Но к концу Второго года Те еще не привели А эти уже будут На них Многих Что будет Как у меня Если повторять Все мое Правильно Плодовые ветки Вот это Очень важно А год Он нашей жизни Много значит Я уверен Средневозг Тех Кто сегодня Меня слушает 60 лет Абсолютно уверен Еще вопрос От Александра Заготовил Семена Ранетки С осени Через месяц На цификацию Их положу Так С осени Вопрос-то был Где-то ближе К весне Да По-моему Февраль Так Насчет посадки Безоглубления Я понял Кстати Чуть ниже Будет опять А вот Насчет Садить и густо Непонятно Семена Просто раскидать И символически Прикрыть землей То есть Посадить Без всякой системы Отступить Расстояние От семечка К семечке Нет Непросто Я тогда просто Сказал Показал Две фотографии И сказал Нет Непросто Значит Все-таки Земля Расчищена Так Как будто С этим Морковку Или Эти самые Семена Того же Лука Мельчайшая Которая Почти не видно Без очков Вот Чистенько Все Так Значит Бороздочки Аккуратненько От одной До другой Расстояния Чтоб не мешали Другому И сильно Широко Нельзя Судя тем У кого места Мало Ну допустим Через 30 Сантиметров Вот А почему Нужна система Смотрите Сюда Вот это Для чего Здесь у меня Вот это Дерево Это Спасибо Сайта Бродского Взял Но мы Друзья Не украл Как вот Я обвиняю Сотни Этих Воровстве Так вот Это Мощничье дерево Ему сто лет А может быть и больше Так Вот За ним никто не ухаживал Я напомню Что это Умные Эти Которые считаются умные Уже давно Здесь ран понаделали И дерево давно было мертво Смотрим дальше Вот семена Вот она Без всякой системы Абсолютно беззащитные Даже прикопанные По железу То есть слегка Тоже почти беззащитные Мышь унюхает Мышь это отдельная проблема Мы о ней говорили Что будем говорить Так Вот Но вот это вот Еще Не всякой критики То есть попробуйте Вы Раскидайте семена Ага Вот видите Что с ней делается Вот И наоборот Уже Это вот Глухая тайга Это Бродский Сфотографировал Глухой тайге Спасибо ему Это В саду За забором моим Там где я не мог Собрать Дотянуться До бесценных Костик Фотография стала Бесценной Она сейчас дороже Тысячу раз Чем вот эти самые Видите Одним зашли Другие сгнили Это все Один и тот же урожай Это все Одно и то же время Один и тот же полив Вы понимаете На что я намекаю Вот все Надо делать Уважаемый Александр Аккуратно Вот Аккуратно Отступать Расстояние Да отступать Садить без системы Нет по системе Северически Прикрыть землей Но так чтобы Это все таки Было прикрыто Хотя большей По моему не обманешь Вот А насчет густо Безоглубления Я написал Это густо Что я имел ввиду Это речь идет Совсем о другом Густо Это значит что Повторяю Но я вынужден повторить У нас в стране сейчас Земля бросила настолько Что где-то Многие умудряются Покупать А потом Обращаются ко мне Гектар Два Три Семь Приезжали гости С две тысячи Гектаров Да Вот Попробуй засади Так я говорю Садить надо По системе железного Кочующий питомник Видели Еще увидите Посадили густо Вот что я имел ввиду Густо Лучше из лучших Не хватает чего Вторая фраза Вот когда фраза Выдергивается Садить густо Можно поедать Как угодно Но Запятая Оставить лучшее Из лучших На месте То что Густо пересадить Вот это ж пересадка Вот она пересадка Видели Это ж не на продажу Хотя один год продавал Да Кушать хотелось Так В общем я как мог Объяснил Насчет густо Густо Но Прикопано Густо Но это Лучше остается навсегда Вот полная фраза Звучит так Все становится ясно Вот это вот Осталось В саду Все до единого Съедены мышами Почему так много Я изучаю Мышей по неволе Я не знаю Как мышеводов Называют Кто Биолога Которым занимается Но вот это вот Когда была осень Вот Здесь не было Ну были Раздавленные Абрикосы были Совсем немного А я нашел Таких Четыре Сахарона Три больших Один поменьше Это они А я еще Обратил внимание Почему-то Они выбирают Самое высокое место А здесь снег Вы же знаете Ну если здесь Допустим Худо-бедно Но 20 сантиметров А мы сейчас снег любят У них много врагов Здесь снега было Где-то Допустим 35 сантиметров Это вершина холма Да Вот это Вот И здесь Они стаскали Как кладовку Как столовую Как кладовую Как склад У них может даже есть Соответственно Кладовщики Может есть И они были все сюда Снесены Потом сюда приходили Это видимо Быстро не съешь А мышей много нет Я же даже знаю Сколько их в саду бывает По следам нахожу Так вот Небольшая Количество Мышей Всем досталось Ну а главное Это было Собрано Где-то С полсотни Квадратных метров То есть Это 2017 год Или 16 17 по-моему Вот Так вот Значит Этот год Был не самоурожайный Даже наоборот Малоурожайный Но тем не менее А вот Мыши Собрали Все Что я им оставил То есть Не собрал Ну я заранее не думал Что я все равно же не продам У покупателей Что-то Сильно не наблюдается А вот это уже Разница Вот это вот То что называется Разбросать А вот это вот Сратификация Вот Сратификацию Мы уже проходили Я хочу отметить Там как раз Про яблочки было Помните там выше Вот Дело в чем Яблочки Да Которые я Рассылаю Они находятся В мякоти То есть Они не тронутые Не выковырят Оттуда семена И когда я их заложил Туда С начала Осени Прямо в холодильник И до сих пор Они Сратификацию Начали с осени С осени А не то Что вот Человек когда выковырят Допустим В феврале Марте Вот И она у него Может еще и рано Проснуться То есть Еще до высадки В сад Да Это имейте ввиду Потому что Сратификация Они уже На готове Уже все Уже сколько им Лежать то там А вот эти нет Эти лежали Допустим Эти косточки Лежали допустим Сухими Они лежали Этот самый Там Сетябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Сухими Это тоже Какая-то сертификация В холоде же лежат В холоде И вот этот вот Пересадка Их Сырой песок Сливы Я делаю Ну результат вы видите Не болтут Сливы я делаю В Январе А абрикосы Февраля Это средняя цифра Там кому как повезет Для кого-то сильно рано Для кого-то сильно поздно Я же вас учу самим Все это делать Так вот То есть брать сухими А потом уже Отсчитывать от времени Посадки Поняли да Три месяца и два Соответственно И вот наконец Получается Довольно высокая схожесть И Еще тут интересное Письмо получил О нем подробнее поговорим Как человек спасал Такие же Так Вот он Большое спасибо За подарки Кстати Кто меня упрекает Что это Да я выбрасываю Те которые не могу В сыром виде продать Где-то там увидите Их потом попозже Вот Выбрасываю Потому что Они уже Все Переросли Все мысли Мы эти А сухие Ну и про сухие Поговорю Так вот Большое спасибо За подарки А то есть Я хотел сказать Что я не мелочусь И когда заказывают Обычно клады больше Тут наверное Тройной мой заказ Получился Естественно За 9 дней пути Все семена с хвостами Сегодня убрал Холодильник Завтра поеду Садить Тут уже нечего тянуть На улице Середина То есть Конец был февраля Я схватился За голову Когда успела Проснуться Когда он будет Садить Та че ж зима И вдруг Получает От него Следующее письмо Когда я выразил Недоумение Вот Вы меня огорчите А то я пишу Про хвосты Нельзя ли сделать фото Про хвосты Не огорчайтесь Это был 2018 год 23 апреля На следующий день Высадил Смотрите Сыновья Манджурства До 90% А садил он С хвостами Выросли До 80 см Фото Потом ТТТ Заказал вашу книгу Смотрю вебинар Кто-то меня смотрит А я тут По-моему Не это Я стараюсь Как Делать их анонимными Почему Не все любят публицист Я тут бывал Раз В электронный адрес Человеку Тут же писать начинает Вот так вот смотрите Все сначала Итак Это был 2018 год Так Вот это Есть середина Апреля У него 23 апреля Вот То есть я утверждаю И вот Человек Который Получил 19% Схожесть Мы утверждаем Что все в порядке Эти можно спасти И прекрасно Развелись На 8 см Вот здесь Вот друзья Мои Вы не видите Миниатюрники Миниатюрники Этот росточек Не вздумайте Садить Не верьте Ларису Андреевну Ну что делать Успокоиться Не могу Ну если 300 тысяч Человек Прочли Что нужно Закапывать На 5-60 метров Ну возьмите Где-то самое Где-то в марте В апреле Еще не поздно В этой же Уже наверняка Все поняли Вот Уважаемый Абрикосовод Ну Возьмите И в это Опубликуйте Это самое Уже другую цифру Как ни в чем Не бывало Эти же 300 тысяч Прочтут Никто даже Не обратит Внимание Фамилия Обычно Не запоминается Вот Поняли Да То есть здесь Росточек И попробуй посади Ларису Андреевну И считайте Что все это Мертво Вот А человек Посадил с хвостами Но это не просто человек Это Мои вебинары Смотрят Мои фильмы Видят Хух Вот такие дела Ну что Пожалуйста За то что Благодарили За подарки Значит у вас Ничего не пропадет Там Справа У меня На экране Ничего нет А справа Введете переписку Можете написать Что я Это я Можете даже Свой электронный адрес Может у вас Появятся Свои поклонники Свои друзья Как бы Нас два Я ехал Это Сегодня у нас Какой день Суббота Вчера Нет Да Значит Майна Это Одни Сплошные Огороды Сплошные Нет ни одного Дома Без огорода Ну это Час Сектор Поселу Городского Типа Доль забора Доль этих Усях Вот Деколиток Лежат Может быть Редко Ездят Там От пяти до десяти С мусором Этих Бешков Ценнейшее Удобрение Ценнейшее Удобрение Вот я Опять Ценнейшее Да что Вся страна Делает Мне чем нравится Андрей Туманов Главный Редактор Ваши соток Он же Представитель Союза Садов В России Он Ладно Я то Кто меня Слышит Там Полтора Десятка Человек Дай бог Двести Он По радио Говорит Я все Каждую Эту Вот только Все Мусор И на балкон И на балкон Все Привожу К себе В сад И закапываю Ну ему то Поверьте Ведь Не было бы Этих страшных Мусорок И главное Что Богатство Закапываю Только мы В России Можем так Делать Потому что У нас Переработки То нет Выземешки Вас не касается Куда Переработки То нет Это все Пропало Ой Спасибо вам Ой Спасибо Лера Дочитаем Вопрос же Есть Есть Вопрос Консервные банки Можем ли закапывать Между деревьями Ведь яблоко Содержит Яблони Содержит Железо В Как написано В некоторых Доступщих Источек Говорили Что Железянки Можем закапывать Под яблони И у меня Вкрадутся Сомнения После прослушив Вебинара Железянка Продняком Холода Ну вы Слушали Лера Ну переслушали Перестарайтесь Ну что банка Закопанная Как она может Повлиять Да никак Вот Знаете Есть Это самое Начиная От этих Как Дебильная Передача Ой Не буду Говорить А вдруг Когда-нибудь Меня начнут Все-таки Показывать Короче На глазах Пол россии Сколько Смотрят Закапывают Длинные трубы Возле деревьев Возле корней И начинается Подавать туда Удобрения Заливать туда Водой Вот деревья Никак Сами не смогут Вы представляете А Ну все Осталось Все жизнь Кормить С ложечки Как ребенка Новорожденного Ой Вот там Да Вот там Проводники Холода Есть Давайте Сначала Первая Защита Это Дерн Она Очень хорошо Держит Мороз Вторая Защита Опавшие Листва И вами Скошенная Трава И третья Защита Снег В той Самой Уже не буду Трепать Ни фамилии Ни эти Самые Как Называется Ни название Телеканала Устраивать Шаманские Пляски Разрушать Снеговой Покров Который Защищает Их же деревья Ну это Ладно Им же надо Деньги Зарабатывать Чем-то Изображать Устроили Шаманские Пляски Летом Они Трубы Закапывали Да Ничего Делать Не надо Ничего А Продолжим Значит Банки Если Они Вот так Складируются В одном Место Курдюм Он Называет Это Как Он Называет Я Забыл Где Это Куда Делась Моя Это Яма С Моего Сада 30 Видимо Ниже 30 Или 35 Яма Вот Так Вот Она Да И Все Сыпьте Сюда Все Что Угодно Можете Будет Раскапывать И Смотреть Какие Посуды Мы Пили Вот Вот Им Только Это Пригодится Мы К Тому Времени Угробим Все Знаете Это Грустная Шутка Многие Из Вас Поймут Не Все Но Многие Поймут Я Проверял 50 На 50 Значит А Это Анекдот Корот Каждые 50 Тысяч Лет Ученые Включают Электронный Коллайдер Банки Сюда Можно Даже Сотню Закинуть Ничего Не Пострадает Деревья Вот Он Черешний Вот Нависни Возьмут То Что Считают Нужным Сами Все Не Перекормятся Ну Про Подушечку Из Вишневых Костик У меня Действительно Много Очень Вишневых Костик Я Был Мог Сделать Подушечку Уважаемый Людмила Спасибо За Совет Не Могу Кощунством Считаю А Вдруг С Европы Поступит Заказ На Это Самое Ведь Там Как Им Нужны Сейчас Наши Совершенно Здоровые Вишни Которые В моем Саду Как Они Там Нужны Неубиваемые Сумасшедшим Урожаем Вот Правильно Пишет Не Разбрасывайтесь Костик А Я Жду Часть Вот Так Вот Видели Банки Вот Ну Давайте Дальше Грустная Тема Тут Вот Чебни Написал Смотрите Оно Пришло Письмо Только Сейчас Буквально За Минуты До Этого Я Сюда А у У меня Была Вот эта Фотография Приготовлена Я Благодаря Того Кто Прислал То Есть Многие Знают Что Мне Нужны Учебные Фотографии Как Можно Больше Попробуй Докажи Этим Зам Министру Сельскохозяйства Беларуси Не Называю Имя Фамилию Попробуй Ему Докажи Хоть Что То Я А Вот Интересно Почему Так Назначают Для Министра А Кто Ничего Хоть Раз Ведь Он Отвечает За Эту Тему За Блодородие А Он Должен Вырастить Сад Хотя Б Как Дач А Вот Посмотреть И тогда Так Нет Сада Пошел Дальше Натерное Слово Так Так Вот Четвертый Пункт Я Из-за Него Потом Не успеваю Не могу Я Пропускаю Вот Это Все Может Поговорим В следующий раз Посмотрим В холодильнике Сортификации Не удается Подумал Сортификации На балконе Снега Зимой Почти нет Можно Ликошечки Семечки Просто Обернуть Во Влажный Мох Из леса Держать Воздух Можно Дело в чем Если они Перед этим Были В принципе На подоконнике Перед Самой Самой Посадкой Но если За месяц Вспомните Мои эти Предыдущие Винары Потом Высадите Они уже Выросли Прямо На подоконнике Они помрут В гарантии 99% Поэтому Только В последний Момент Можно Но У меня Так совпало Видите Вот присылаю Такую фотографию Но как тут Можно рассчитать Влажность Я в песке Могу рассчитать Влажность У меня Получается Сами видели Вот После того Когда я рассчитал Да еще Сергея научил А как С вами быть Чуть Чуть Переволожнил Все Вот они Видели Прощай Это А мне еще Это самое Знаете Как я получал Писем Многие Вину На себя Говорят Ну я такой У меня не получилось Я попробую еще раз А попадались Такие А почему Меня сгнили А моих В этих мешочках Сгнить не могут Вот То что сухие Да Мне жаловались Ни раз Ни два А я им Объясняю Я тоже Не сразу Дошел До этого Все Приходится Самому То что вы читаете В газетах Только в туалет На гвозди Деревнях Деревнях До сих пор Туалет Это на улице Туалет Не просто В холодильнике На германии Вот Стопы ног Отрежут Даже боли Не почувствуете Еще Если у вас деньги есть Вам еще и протезы сделают Да нахрена вы Деревья-то калечите Да еще учите Других калечить Вот я это Понять не могу А вот здесь Да Пожалуйста Прошло два месяца Но Учтите Эти цифры Совершенно не бьются Когда мы будем с вами У меня есть фотография Такая же Там написано Сколько Времени нужно потратить На сертификацию Груш Слив Априкос Там цифры совсем другие У меня-то два месяца А там допустим Пять месяцев Вот Тут где-то допустим Тоже два месяца Нет Тут два с половиной месяца А там допустим Получается Шесть месяцев Почему Я уже храню В холодильнике Пусть сухими Но уже процесс Хоть замедленный Это еще не сертификация Когда песка нет А вот Когда холодно Брр Им холодно Но процесс уже идет Вот так вот Ну вот это вот Витрины Я когда-то показывал Видите как удобно А вопрос там был Знаете какой То ли дальше будет То ли Уже То ли Я его не включил А вопрос Простой Элементарный Нормальный вопрос А как Контролировать Ну я вот так А то есть Вы кого Каждый раз ковырять Да вы знаете Как ломается Хвостик Когда ковыряешь Когда все время делать Это не ваша головная боль Вот так потом Вытряхнули Там половина Проснулись Полно нет Только посадите Те отдельно Те отдельно Чтобы Свой опыт Начинать Начинать набирать Свой опыт Вот пожалуйста Вот это китайчик Уже я фотографию Делал В конце мая Ну что делать Все Ребят Не купили А вы говорите Тогда раздайте Бесплатно Ага Как их раздать Бесплатно Только унитаз Ой то есть это Мусорное ведро Вишня Войлочная Смотрите В феврале А я все Все знают уже Что моя волоса Вишня в феврале 21 апреля Переросли ребята А допустим Это Это ладно Это Моя Это Мой тазик Это мои семена Это я опоздал Я всю жизнь опаздываю Когда бы я все делал Учить это легче всего Вы думаете Если человек хочет зубы чистить Он каждый раз зубы чистить Это еще проверить надо Так и тут Всю жизнь опаздываю Посмотрите Как их хвост Все Вот А для вас Все тщательно Вот это вот Вынуто из песка Будет добавлен Песок И получится то Что вы видели в холодильнике Будет лежать дальше Да Разброс Никуда не денешься А куда ты денешься Природа так устроила Ну Я вам показывал фотографии Видели в фильмах Там где Это самое Те же абрикосы Густо растут В конечном счете Все Практически все сходят И спящие И которые проклинулись Вот Ну вот так выглядит Крупный план Ассорти Да что я показал банку А чтоб вы поняли Ассорти номер один Закончилось А именно здесь Оставались Эти самые были Академики Королевские О Рыжие Чуть не сказал Блондины Все Нет Банка пустая Вот опоздали Серафим Видите сколько осталось Это Вот она Видите Несколько штук Успевайте А это что у меня Абрикос На букву Артем Или Амур Первая буква А Вот Или Академик Ну не важно Так Посылку получил А Во-во-во Добрый день Теперь думаю С чего начать А это Минск Вскрывать Без консультации Не решаюсь Ребят знаете Как с Минском Вот Я испугался Вот Они же пораньше А я самая первая Которые у меня были Вот так В эти Вот такие пакетики Самая первая У них же места раньше Так Поэтому Сразу Еще кому высылал Эти как Сухие Еще Я смотрю Там Ну смеяться будете Нижневартов Вот Там этот самый Господи Этот Ханты-Мансийск Жуткие Это Сразу Дрожь По По Коже А они Выписывают Там надо Попозже И можно Сухие Выслать Сами Потому что На Украине Посадят А там Еще будет Суброб То же Самое В этом Самом Нижневартов Или где-то Там Поняли Да Так вот Вскрывать Без консультации Не решаюсь Значит А вот Моя консультация Смотрите Сюда Где-то У меня тут Есть Вот Это Уже Поздно Сейчас 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 А А А Ну все Правильно Старею Так вот Раз Не решаетесь А там Ниже Будут Еще Пара Фотографий Но Раз Вы не Решаетесь То Получается Вскрывать Все равно Придется И Там Где у вас Был вот такой Пакетик С 10 Косиками Ему Ему уже Где-то Надо Землицы Ой Не землицы А песочку Где-то Уже Наверное Грамм 300 То есть Объем Миллиграмм 300 400 Может быть Даже Пол литра Вот Тогда Уже Ему Точно Хватит Этой 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 Влаги Которая Во всем Объеме И Могут Зайти 5 7 8 9 Обычно Десятые Не всходят Ну бывает Многие Говорят Зашли Все Точно Все Считали Точно Считал Значит А у меня Так Не бывает Я Живись Опаздываю Но Это Ладно Так Вот Значит Вскрыли Перенестили И Ждете А Ждать Чего Надо Вот На холоде Вот Таком Виде Вот Таком Виде Они Долго Долго Продержатся В холодном Холодильнике Погребе Вот И Будем Надеяться Что Вот Этого Не Произойдет Я имею Ввиду В марте В апреле Вот Этого Не Произойдет Это Уже Конец Мая Был Я Все Ждал Покупателей Дождался Вот Теперь Дальше Самое Ну Давайте По фотографиям И Прочтем И дальше Фотографиям Все Сразу Расскажу Это Фото Вашей Посылки Заказывал Поздновато Вы Прислали Уже За С Ратифицированными Так Увы Косточки Ждали Приехали Ко мне Мягко Говоря Несколько Переросшими Решил Аккуратно Посадить Старайтесь Не полить Корни Еще Один Мой Ученик Посмотрите Как Я у меня Скоро Уволюсь Черт Сами Проводите Вебинары Есть Фото С Несколько Промежуточных Результатов В итоге Все Косики Хорошо Прижились Косини Жердели Это Переросшие Заметия Не отличались По развитию Семен Других Абрикосов Другие Косики Не были Переросшими И Проснулись Как положено На грядке То есть Садил Садил Этими Спящими Этим Примером Я хочу Несколько Расширить Диапазон Пригодных Посадки Прошлых Семян Александр Смотритель Так Смотрим Ну Я так Никогда Не делал Я восхищаюсь Александр Вами Вот У вас Прекрасный Результат Посмотрим Ниже Здесь Самое Опасное Это Всегда Такие Делаются Хижины Для Мышей Наверное Вы как То С ними Справились Может Сбоку День Напишите Или Вас Их нет Но Я Смотрю На Вот Это С подозрением Я смотрю На Тодер Что Это Ребята Не То По Моему Тут Мыши Это А Почему Не Съели Это Вы Должны Мне Теперь Ответите А Не Я Вам Но Мне Подравилась Сама Система Вот Это Вот Почему Потому Что Вас Вовремя Спящие Взошли Вот И Вот Вы Присылаете Фотографию Смотрите Я Так Понял Вот Эти Перерощи А У Них Какие Страшные Эти Я Честно Говорят До Такой Степени Чтобы Обычный Всегда Видел Корешок Даже Длинный Там Потом Ниже Будет Ниже 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 Вот Смотрите Уже Вот Такие Видел Ведь Мы Говорим Про Абрикосы Но Чтобы У Меня Вот Так Разрослись Корни Никогда Даже Когда Вот Так И Тогда Я Вас Еще Больше Завожал И Сказал Себе Как Вы Мудрились Их Вырастить С Такими Корнишками Да Еще Прикапывать Глубоко Нельзя Иначе Сгнили Вот Спасибо Лариса Древняя Ну Я Так Понял Вот Это Вот Дело Пошло У вас Так И Наконец Готовая Грязка Поздравляю Вот Так Теперь Да Вот Это Говорит О том Что Они Будут Неубиваемые Скорлутки Сверху Сверху Все Вот Так Вот Сержалистики Вот Они Не Под землей Лариса Андреевна Хоть Посмотрели Может Быть Правда Это Ведь На вас Равняются Эх Эх Ну Вот Эта Фотография Не Моя Прислали Мне Ее Чем Дело Кончилось Там Косточка Да Я Не Знаю Ну Варианты Нормально Все Разъелось Здесь Много Воздуха Да Много Воздуха Здесь Тепло Мало Ночные Заморозки Правильно Все В Это А Здесь А А сыро Страшное Может И сгнило Вот Мне Говорят Можно Вот так Пробовать Вы Не знаю Давайте Вы Теперь Нас Учите Ну А Результат Вот Он Это Просто Одна Из Сотен Фотографий Которые У меня Я Снимал Или Мне Прислали Вот Вот Это Самое Интересное Когда Слегка Прикопанная Косточка Вдруг Начинает Сама И страшная Сила Вот Этого Рычажка Сама Начинает Разворачиваться И Косточка Вылазит Из земли Сама А Попробуйте С 5 Сантиметров Вылезти 6 А 7 Некоторые Дописали До 10 Попробуй Нет Она Там Вот Эта Вот Часть Вот Так Вот Это Чаши Листики В них Это же Внутри Было Да Они Раскрываются Как Листики Почему Этого Никто Не Видит Вот Они Раскрываются Как Листики А В них Все Питательные Вещества На Первое Время И Влага Помните Дебильный Совет Эти Экзамен У Шестиклассников И Влага Тут И Питательные Вещества И Она Это Дает Развиваться Вот А Сила У Этого Страшная Они Не Просто Разваливаются На Часть Их Разрывает На Часть И Для Этого Нужна Влага Как Как Поступить С Прощущими Семенами Ну Я Почти Сказал Добавлю Кое Что Тем Более Это Вот Идут Идут Вопросы Как Горшочки Ну Результат С удачными Горшочками Видите Не то Что Специально Ясно Что Их Садили Когда Они Переросли Вернее Когда Они Рано Проснулись Горшочки Горшочки Высадили Горшочки Сгонят Все нормально Вроде И Одно Скажу Я Так Никогда Не Делал Но Не Трудно Догадаться Горшочки Должны Быть Дырьки Когда Будете Садить Обязательно Вот Это Уже Другая Тема Водоснабжение Горизонтальное Это Мое Открытие Под Землей Существует Горизонтальное Водоснабжение Вот Сколько Раз Это Ключевая Фотография Одномомоментная Все С одного Ящика Вот Так Повторяться Не буду А вот Это Вот Спасибо Вот Тем Двум Моим Друзьям Которые Переросшие Умудрили Спасти А я Когда-то Знаете Я Начинал Давно Я Как С Вежитом Пою У меня Полно Было Таких Вот Это Можно Спасти Как Я Сейчас Правильно Что Я Писал Тут У Меня Были Фотографии Длинные То есть Не длинные А ряд Был длинный Тут Еще Меньше Порошее Меньше Порошее Меньше Меньше Я взял Вот Это Кусочек Негодные Вот Почему Почему Так Писал Дело В том Что Я Открываю Страшный Секрет Ой Вот Я Был Дурак Дураком И Тоже Закапывал Вот Они То Изгнивали И Что Я Написал Негодные Посадки Вот Мне Хватило Одного Сезона Мне Хватило Похоронить Несколько Сотен Вот Таких Косточек Закопав На 5-7 Сантиметров Вы понимаете Что об этом Как сговорились Все пишут Даже Не отдавая себе Отчет Что тот Который Не проснется Который Не проснется Вот Он вылезет С 5-7 А этот Просто Сгниет Может И вылезти Сгниет А может И не вылезти Сгниет И на тот Момент Когда у меня Целые Грядки Были Пустые Сотни Там 2-3 Взошло С другой 2-3 А я Там Можгов То нет Они у меня Глубоко Закопаны Тогда я Написал Переросшие Негодные Посадки Что я сейчас Вот 2 человека Которые Жадные Такие Что взяли И не стали Верить Вот таким Вот А в первых Публикациях Она была А В начале Века Но другое Дело Что вот этот Замминистр Он как верил Так и верит Что А это Какое имеет Отношение К Сибири Что я Успокоиться Не могу Почему Мне морды Кнули Что вы Живете В Сибири А у них Там Другие Это Да У них Другой Климатический Пользин Тем более Нужно Это Знать Это Какое Невежество Да Но я Ладно Я признался Я вам Сейчас Шепотом Сказал Вы Видели Мое Физионом Видно Нет Полушепотом Это Я Первый Загубил А потом Когда Следующие Вылезли Я написал Негодные А потом Господи Боже Где Это Самое У них Штамбик Под землей Он же Гниет Он же Должен быть Над землей Вот Это Место Вот Вот Это Место Спасибо Ребята Вот Те Кто Вот Эти Вот Фотографии Присыл Вот Те Кто Спас Сам И Теперь Учит Спасать Других Я Учу С вашей Помощи Вот Так Вот А теперь Скажите Что Это Я сильно Много Говорю А попробуй Скажи Просто Ну Кто Мне Поверит Ведь Поверит Тому Кто Считается Первым Абрикасоводом В России И Учит Всю Страну Бесконечные Эти Самые Публикации Вот Так Теперь Мне нужно Прошло Полтора Часа Давайте Так На три Минуты Первые Сделаем Потом Сегодня Я Наверное Я Открою Один Секрет Я Когда Мне Прислал Антон Валерьевич Предыдущий Вебинар Утром Я Укресил Дома Посмотрю Чего это Я там Наговорил У меня Память Плохая Забываю Сразу Чтоб Не повторяться Надо Я Слушал Я на третьем Часу Начал Материть Железовая Костянович Не то Что Долго Нудно А то Что Невозможно Длинно Слишком Высидеть То невозможно Есть же Предел Всему Вот Я сам Себя Материл Три часа Получилось Ровно Сегодня Сделаем Покороче Я чувствую Что Еще Будет Один С вашими Вопросами Я должен Вас Уважать Но потом Все таки Через один Я сделаю Все таки Выборку Она у меня Готова Кстати Из этих Фотографий Эти Журнальных Страниц И вы увидите Такой Кошмар А ведь я Буду Не просто Говорить А обосновывать Но это Видимо Все таки Уже Через Еще Один Вебинар Антон Валерьевич Потому что Уже Прошло Полтора Часа А мы Еще До середины Не дошли Все Как обычно Вот Это Смотрите Мастик Долматова Это Я просто Упомянул Почему Потому что Мне Каждую Неделю Не меньше Двух Человек Спрашивают Как Эту Мастику Выписать И почему Это требуется Меня Я не стал Посредником Вот Я не знаю Антон Валерьевич Он Сейчас На данный Момент Занимается Рассылкой Если Занимается Здорово Потому что Она Великолепна Она Великолепна Пользует Нью Огромно Вот Ну это Ладно Проехали Теперь Так Вот Эта Дама Да Марина Не знаю Смотрит Ли она Сейчас Нас Я Благодарю Она Собрала 15 Книг Деньги Видите Вот Это Молодец Теперь Значит Она Задает Вопрос Гостевой Почему Не Может Можно Ликосики Положить На Мешочках С песком Как Вы Отправляете Можно Но Есть Такие Мешочек Подразумевается У меня И у вас Наверное Капа Полиэтиленовый Но не все Знают Это я Попадался На этом Они Пропускают И воду И воздух В данном Случае В сыром Погребе Нормально А в сухом Погребе Холоделики Очень Сухие Очень И получается Что Испаряется Не только Вот как я Говорил Что Корешки Высовываются И съедают Влагу Предназначенную Всем То есть Ведут себя Не по-товарищски Не по-братски Два Три Косточки Съедают Всю влагу Редко Когда пять Получается Такого Случа А Мешочек Наверняка Вы имели Ввиду Такой Да Ну Может Тогда В три Мешочка Чтобы меньше Может быть Погребе Сыра Они не будут Высыхать Но Все равно В любом случае Я бы перепаковал Мешочки Да Хотя Мне кажется Что стеклянные Банки Идеально Потом Ниже Еще покажу Так Вот Видите Да я понимаю Много разных Косик Много банок Не поставишь В холодильник Все понимаю Вот Можно Заложить песок В одноразовую тару Ну Прозрачно Хорошо наблюдать За песком Можно Лишь бы Еще раз говорю Лишь бы Хватило Влаги Влаги Марина Вот От этого Много зависит Вот это Одно фотографии Мои фотографии Видели Прислали Да Вот Человек Срубирует Вот Таких Вот Баночках Вот И я Сразу Скажу Почему Думаю Тебя Поместил Похвалить Не Вопрос Хватит ли Влаги На все Десять Помните Как раздуваются Бывает Разобьешь Косточку А там Сохшиеся Нет А засунешь В песок Оно как Начинает Набухать Как шарик Воздушный Представляете Вот И вот Эту фотографию Мне прислали Ну Это мои Семена Может Не все Мои Вот Саунир Востока Мой А вот Какие-то Чебоксарские Сливы Ну Нахапал Ну Вот Что делать Ну это погреб Явно Вот Кирпичные Стенки Ну а дальше Выбор Мы сделаем так Сейчас еще Тринадцать минут Вопросы Которые вы Вот сейчас Пишите Здесь Я на них Отвечу В следующий раз Почему Вы видели Как Не то что Я не подготовлен Я могу Сходу Отвечать На любой Вопрос А если Не знаю Я честно Говорю Не знаю Я не Зазнайка А вот Что касается Того Что они Не сопровождаются Когда в конце Передачи Наши Они сопровождаются Как бы Которые Делают Более весомыми Мои выводы Вы видите Все что наоборот Приходится Воевать Со всеми Этими невежествами Поэтому Вот сейчас Еще немножко Повоем Вот тут И ровно В час ночи Ну это где-то Сейчас ночи У меня Это будет Одиннадцать Часов Да Мы закончим Покажу вам Небольшой фильм Он очень нужен Тем у кого Для родителей И для дедов Вот кому это надо Вот Пригодится Потому что Я уже не выносим Эту мысль Что Что из детей Это делают Что Если бы я Врал Ладно бы Ну клянусь Богом Второй раз Десять дней В этом самом Новогоднем Когда все дома Когда никто На работу Не идет От скуки Сдыхает Никто не вышел С детьми Во двор Ни разу Может быть Когда нас там нет Но мы час гуляем Каждый день Никого Где дети Ведь они же есть Садиков Садиков не хватает Школа забита Очереди Чтобы записать Школу Знаете Начинаются С шести вечера Курсы нет Что же детей Так калечить Ведь мы калечим Так Вот это вот Мне нравится Дело в том Что я критикал Феи Помните Совершенно Люди Не сведущие Это такой же принцип Как И трудно Что взять лопату Да Выкопать ямку Вот Купить Эти самые Прочитать инструкцию И делать вид Что они умеют Это делать Даже не ведут Что нельзя В яму задавать Откуда же Они это могут знать Откуда могут знать Что эти самые Замминистра Сельского хозяйства Беларуси Что Если Что на юге То можно калечить А на севере Это Что дом Без дверей Без окон Зимой Придумается такое Уже который раз Вот это Мировая практика Вот это Убивает Это вот Тупели Что уже не можем Это Сами ничего И вот Значит Опять Это все Видите Как она пишет А я спрашивал Где Какого Будуна Можно было Я До сих пор Вы знаете Там Они много калечат Они ветки находят Лишние Просто лишние Не понимая Что отрезают Эти Листья Которые Все дерево Кормят А вместо этого Снижает Морозостойкость Раз вместо Листьев Вместо ветки Рано Получается Еще Морозостойкость Они этого Не соображают А потом Да У нее Десять флаконов И давай 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 Вот И вот Получается Что Я когда Увидел Этот совет На три с половиной Месяца Выкопать Корни И якобы Закалять их До самой Зимы То есть В августе Выкопать В середине До декабря Так сказать На воздухе Держать Я подумал А где Это дебильнейший Если это Мировая практика Или европейская Но ведь у них нет Морозов Им то зачем Они зимой Футбол играют Это у нас Чемпионат Футбол Называется летний А у них то Называется зимний Вот Играют себе Играют Им то зачем Было это Это кто Придумал Я хотел бы знать Ведь Они сами Знать не могут Они не садоводы Вот А вот эти вот Феи Да Где Первоисточник Вот пытаются Дать Ответ Вот Наталья Это европейская практика Может и европейская Ведь до такого Дебилизма Додуматься Это же Не просто Вы знаете Не только До умных советов Додуматься надо А и До дебилизма Надо додуматься Это же тоже Не так просто Нормально Чекте Вы же видели Там С десятки Сотни Тысячи людей И они что Побежали В середине Августа Раскапывать Корни у себя В саду Конечно Это кто-то делал Но это не стало Массовым Кто-то Виска Покрутил Вернее Виска Никто не Крутит Они так Выглядят Убедительно Что без Без этого Дерево Еще Меня заразили А они таких примеров ладно я еще хотел привести не буду вот этого самого вот что все грешные и ученые тоже теперь это почти без меня а я еще скажу вот что дело вот что значит вот он пример помните про эти практики да и вот она упоминает все это глупость понятно потому что все они жарут на западе пиццу и лапки все правильно и рваные штаны я все время думал наши женщины все до единой одели рваные штаны причем так капитально рваные надо умудриться окажется еще какой-то видимо какой-то дизайн в этом то же самое если на юге где ходят в этих самых бикини полгода полгода пусть хотя бы в этих юбках и в этих самых но они не надевают теплые колготки им там не надо вот они не одевают как мы там даже женщины наши сибирячки по несколько этих извините общее слово штанов там теплых джинсов теплых курток и прочее но как можно было вот эту моду дебильную перед я понимаю женщин они не виноваты наши женщины они не могут если когда-то эту дебильную это алла пугачева надела дебильный этот самый билет сейчас страна одела билеты хотя это только уродует любую женщину сами понимаете но иначе нельзя но зачем было в северной стране штаны драть и ходить морозить ноги вот это я понять не могу но есть предел всему а вы молодец наталья вот упомянули драны вы хорошо написали рваные не просто модные с дырками а рваные вот дальше читаем европейцы умеют свои минусы выдать за плюсы понятно да вы представляете станет он когда наш этот журналист в шоке был говорит дай дай закурить ему дает закурить мужик голландии и тут же говорит то ли два гульдина не помню и тут же говорит это руку протягивает мол ну ясно мужика у нашего нету сигареты он его типа получается покупает ну что он должен дарить то нашему и тут же руку протягивает там называет какую-то сумму в гульдинах или как вот это запад и конечно и зачем было выбрасывать штаны которые уже потертые где-то уже и чуть-чуть просвечивают коленки осталось сделать моду а наши которые живут сто раз беднее нищие давай хорошие штаны драть вот спасибо за наталья я просто высказался благодаря вам теперь дальше по счете умно толково вот он дизайнер западный вот он садится от русский наберет при этом растение присущие региону вот что такое запад вот так осталось 9 минут заболтал я вас так вот это вот черемуха кто не знает да она выросла моем саду когда вот этот вот она часто и только сатинга вообще в этом мой дворец лучшего я не заработал вот за свою эту работу без выходных без отпусков ну что есть то есть вот так он и сейчас стоит а вот это была маленькая такая метровая растение когда я купил этот дом весной 85 года так маленькая была вот она выросла потом заставили спилить кто энергетики видите провода заставили спилить но это заставили а когда я прочитал я когда-то учился я почему говорю надо возвращаться к истокам и все перебирать все чего меня учили убивать потому что черным по белому было написано уничтожить эти же не буду ссылаться на конкретных авторов на журналы как один напишет и другим короче было приказано уничтожить черемуху везде где растут сады вы поняли а вы знаете какая была это сейчас мне смешно сейчас мне смешно да а тогда причина то какая была якобы черемуха разводит тлю как будто это ее питомник а потом она перелазит на эти самые на плодовое растение вот так вот это один из примеров дебилизма но теперь так значит это сергей это сергей железов так на фоне чего вот это дерево которого справа вот это растет замена она и семечка видите штаб есть вот это штаба нет видите это был корневой отводок чувствуете разницу она 30 лет почти 30 лет исправно давала такие семена это весь урожай все она заканчивается существование почему помните я вам рассказывал ямка была посажена вся в грибах вот это просто пример а вот это молодежь вот она но и заметьте вот этот вот штамп это потому что семечка косточки была посажена вот уже начало плодоносить так вот и на какой-то момент а сейчас у меня холодильнике несколько тысяч косточек лежат ну уже может не тысяч поменьше вот именно вот эти а он их берет это не мне это не вам на продажу это для это и вот это это для подвоя растить и когда вот это на срубит и тут слева еще один срубит я вам показывал видели уже даже раскопаны эти уже земля оголены корни чтобы выкорчевать да вот вы останетесь без этих семян кто-то даже сухие можно взять если кто-то еще не готов но вот это в следующем году вот такой изобилия уже не будет почему есть желтая желто-розовая желто-красная эти я называю красно-синими то образно вот есть еще расцветка разная а вот это все вот вот так вот почему потому что во первых это и для него найдется еще одно дерево в резерве вот а для вас шанс надо вот сейчас там заказывать так начинается 5 большая тема время вышло два часа этого все я я убедился сам когда я смотрел сам свой фильм в третий час господи куда же он кончится в одному если было вот и по а тут получается опять такая проблема вот и так столько всего интересного вот давайте просто вот это что все что вы как бы вам это все преподнести уже все это большая начало большого разговора и отнесем мы его до другого раза вот другого раза видите за эти свои вопросы друзья ну что наверное